хип-хоп лалай здорово ребятушки всем вам здравия желаю и смотрите сейчас мы начинаем специальный мануальный массаж проходить у нас тренинг от я его ведущий олег алав гудвин и мы рассмотрим в чем же ключевое отличие от классического массажа да и что мы делаем специально мануальном массаже в чем же там такие секретики подключайтесь быстрее к нашему видео ставьте лайки не забудьте лайки поставить давайте давайте комон комон комонов ребят и ставьте лайки я вас жду без вас не начну давайте давайте поехали и удавайте разберем почему он отличается в классическом массаже если взять время всего сеанса допустим вот линия т у нас да то в классическом массаже много времени на растирание то есть на согревание тела человека да разные способы они делают почти 60 процентов занимает и разминание только 40 процентов занимает причем там разминание такие поверхностные неглубокие поэтому мной разработана система специального мануального массажа это такой прогрессивный массаж он сразу с воздействием на кости связки на наш вот этот костный аппарат да и получается люди бегут в итоге из поликлиник из санаториев да потому что он стандартно всем все делают одинаково не разбирая дифференцирован в чем проблема да не ища корень проблема потому что болит может быть здесь а проблем на самом деле совершенно другом те вместе чего тела человека ну я вам так к слову скажу да что у нас весь организм путан как бы фасциями такие анатомические поезда и есть такая поговорка что фасция где-то начинается но никогда не заканчивается фасция это ну грубо говоря если мясо резали то на пленочки такие да то есть мышечные волокна они обернуты такую пленочку типа как полиция на пленочка такая тонкая-тонкая эта пленка она также может быть скручена слепляется друг другом слепляются мышцы там да поэтому мы используем в чем у нас отличие больше более внимательно относимся к разделению мышц к местам их крепления также да то есть мы берем чтобы фасция отодвинуться потому что сюда отодвинуть другую сдвинуть туда миофасциальный релизинг для этого используется сейчас объясню вся разница но сначала про фасция боль человек жалуется например вот здесь лопатки да примерно все идет через 15-20 сантиметров вот такими диапазонами то есть соответственно и по диагонали соответственно можно проверить . здесь вот да да прям ты за . есть там были нет опять откладываем отрезок проверяем эту точку по черепам да если будет здесь или нет боль может тянуться отсюда или или на борт вниз давайте отсюда идем вниз также откладываем отрезок где-то можно здесь зажат и еще откладываем упали здесь поясница до у квадрата мышцы может быть или паровито брали на мышцы зажата либо косые мышцы да отсюда идем вот сюда попадаем как раз на седалищный мир где начинается разминаем детстве видим грушевидная мышца либо средняя ягодичная часто бывают воспалена да то есть где-то вот в них проблема опять же откладываем но если попали на эту ногу да то уже на другую не переходим откладываем опять вот это расстояние здесь сбоку видим это проблема у человека на лампасах так скажем дает большая аттракция медленной тракции и так далее отходу туда-сюда и дальше мышцы они как бы оплетают человека и по диагонали переход вперед да то есть отсюда мы переходим этот отрезок и проверяем здесь оказывается спереди живота а можете живота потом еще сюда может быть тут подреберье где-то тут проблема да и так далее доходим до ключицы может малая грудная мышца вот видите отсюда прям такой отрезок откажу тут значит малая грудная мышца вот натянута скорее всего видите и решать разбираем малогрудную мышцу оказалось что человек жалуется у него боль в этой области да а виновата малогрудная мышца вот она тянет вперед плечо и получается делать сколиотическую спину туда разворачивается немножко ротируется позвонки и тут натягиваются вот эти мышцы вот видите то есть мы вот до такой степени разбираем человека это по поводу фасций соответственно у нас получается на растирание на согревание растирали согревание уходит процентов 20 от времени массажа потом у нас глубокие разминания это соответственно и достаточно и палочки мы используем для триггерных точек например вот всевозможные есть продавлен точки и тайские палочки можно пальцами ну про работу с точками это отдельный разговор подробнее расскажу так значит далее у нас процентов 20 может и больше даже вибрации продолжаем выложены в наш процесс то есть мы вибрируем вот так вот мелкая вибрация и раскачиваем тело человека и раскручиваем его по-разному да во всех плоскостях во всех координатах да и пробиваем вот так вот его и кулаками поступим вибрации да и пальчиками то есть и шли и то есть всеми способами у нас очень много вибраций как бы в эту ткань массажа уже ткань техники массажа уже встроены да и где-то 10 процентов у нас получаются другие техники это там прожимальные точки и всякие аппаратные вибраторы включаем иглы с прогреванием релизинг может быть током еще чем-то да ну какие-то вот миозит и когда уже сплазмирование жесткой за да мы с ними работаем уже другими способами и соответственно здесь все гораздо жестче чем здесь получается вот эти вот классический массаж он как бы наверное больше для реабилитации после каких-нибудь осложнению человека после операции после но старикам может которым нельзя так сильно кровь разгонять как мы гоним да у нас же все гораздо жестче и принцип в том что если какая-то болевое место если мы с вами работаем еще жестче то есть чтобы выгнать болезнь надо ее прямо выгонять чуть ли не палками да то есть смысл через боль приходит терапевтический эффект да устраняется другая боль но более не пугайте они терпимые все люди нормально все это терпит где-то кому-то можно посильнее кому-то послабее то есть мы регулируем индивидуальный подход соответственно это не подряд они идут вот эти вот техники да они как бы в процессе перемешаны вот получается написано у нас часть массажная подготовительная как бы для мануального для мануальной терапии значит поглаживание это масло нанесли растебли это согрели далее разминаем релизинг к точке фасции выжимка потом переходим к вытягиванием к тракциям декомпрессия но это все по сути одно и то же потом заканчиваем постукиванием потряхивание всякими поколачивание и так далее вибрации и вот пунктируем отделена это вот массажная мануальной правки да то есть все это мы подготавливали тело человека согревали его размещали мышцы убирали спазмы для того что перейти к следующему непосредственно к правкам ног рук костей связок суставов позвонков да все все правильно уши челюсть нос это все вот мы я вам рассказываю программа нашего обучения то есть вот это пять дней мы изучаем и следующую программу тоже изучаем пять дней но если дополнительные шестые дни 6 7 день здесь для тех кто захочет знать более тонкости всякие и здесь тоже еще 2 дня есть где мы изучаем ну всякие уже нюансы совсем такие сложные и соответственно но я уже сказал на что мы более относимся внимательно к местам крепления мышц к триггерам они же скорее всего будут триггерами дали крепится мышца как-то крепится да здесь болит скорее всего триггер на точку будет до соответственно может быть и зона то есть вся большая зона какая-то тоже может быть триггером и больше мы делаем растяжки и декомпрессии массажа вот в чем отличие от классики да то есть мы тянем и мышцу растягиваем да и фасцию наберем просто вытянем так и берем за кости тянем в одну сторону и другую за кости чего вытягиваем декомпрессия то есть весь позвоночник у нас в процессе в процессе весь растягивается весь он тянется что является хорошим подспорьем для питания суставов питаются суставы фасеточные питаются больше межпозвонковый диск да вот он растянулся сажался с нас все сосуды мышцы и суставы они работают как насос многократно растянуться сажаться таким образом они как бы напитываются втягивать себя влагу из организма и соответственно но техники какие значит вот это мы получается растерли масло да поглажим это погладили растерли масло растирание соответственно согревание тепло пошло мы трем разные способы по кругу спиралевидные поперечные продольные это все растирание дальше разминание разминание соответственно вот мы уже мускулатуру непосредственно да вытягиваем ее можно работал с фасциями это релизинг это мы уберем и медленно уже гоним валик выглаживая фасции поперек от моего глади уже н.д. можно вот по диагонали и вытягиваем можем вдоль разминание также это вот и кулаками у нас методы будут шестеренки до лапа леопарда вот тоже это растирание на такой же погруз по грубее лапа леопарда продавливаем точек соответственно вот и разминание кулаком то есть это уже работаем работа с мышцами если поглаживание работа с и растирание с кожей теперь мы перешли к мышцам а вибрации они нацелены на кости то есть мы то есть вибрируем это соответственно кости на первую символов костный аппарат простучали все уже воздействие на кости лопатку тогда по тазу кулаком простучали здесь на кости соответственно у нас растяжки и декомпрессия тоже во многом присутствует растяжка это мы взяли мышцы и потянули или там сустав то есть это как пассивная гимнастика для человека да то есть мы его разминаем могу сюда могу сюда 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 туда туда вот расценили да вот цвет вот растяжки и растяжки с декомпрессией это за кости то супер с непосредственно в кость в кость и тянем например плечо от шеи да за череп взяли тут за прямой натруст и вот растягиваем вот растяжка да уже ведь кости ходят растянутся также вот за таз а тут за лопаткой вот растягиваем декомпрессируем человек вот чем уникальность этого метода от олега аллаха гудина что я вам предлагаю изучить познать на практике здесь все отрабатываем на живой натуре друг на друге мы сами понимаем на себе как это все происходит да как это воздействие и оказывается лечебный эффект поэтому вам лучше быть здесь я вас жду приходится на мои тренинги и уже грубо говоря с понедельника с готовыми навыками в руках вы идете в путь в дорогу в мир в народ нести пользу и у вас не будет отбоя от благодарных клиентов что я вам гарантирую с вами был олег аллах гудин ставьте лайки пока пока